ну и куда же зимние межсезонье и без артема милевского встретил артем новый 2021 год думаю приятной атмосфере вместе если не с родными то близкими людьми сто процентов от праздновал да и рванул мина и чьи цвета будет защищать в поединках украинской премьер-лиги лично я с нетерпением ожидаю возобновления чемпионата украины чтобы лицезреть в нем милевского очень уж хочется чтобы звезда киевского динамо второй половины нулевых годов начала 2010 их пришлась ко двору нового клуба и снова заявила о себе во весь голос милевский вернулся именно тот милевский которого уважали несмотря на все его загулы и кутежи по ночным клубам до такими же ночными гонками по киеву после этих кужей и кутежей наш миля и на поле устраивал гонки гонки соперником думаю противниками на я придется очень нелегко в упл милевский уже тренируется с новой команды так что трепещите киевляне горняки и все остальные упл овцы которые будут выходить против мина я но не только футбольные болельщики с нетерпением ждут возвращения милевского но и охотницы за богатенькими буратино привыкшие с них сбивать бабло ведь артём после двух лет совместной жизни разбежался со своей бывшей подругой и теперь полностью свободен правда сам милевский не гонит лошадей сердечных делах вот что он сказал по поводу взаимоотношений с бывшей второй половинкой таких вообще ни с кем не было жизнь покажет многие пары возвращаются к отношениям многие нет пока стоп да трудно опять с кем-то начинать новый роман после самых длительных серьезных отношений насчет отношений длительных это сам милевский озвучил что они самые длительные были только вот миль аж мужчина в самом расцвете сил и монахом никогда не слыл так что вполне возможны скандалы по любовной линии с участием игрока мина я нового игрока мина я впрочем думаю артём на этом деле не то что собаку съел волка загрыз и тут таких особый скандала вряд ли предвидится лично мне более интересен фунт футбольный аспект жизни артема милевского возвращение которого в упл лично жду с огромным нетерпением с вами был саныч до новых встреч